День Победы – один из великих праздников, его почитают во многих странах мира. Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех событиях и великом разгроме фашистских войск. Сегодня у нас в студии находится Никита Панаитов, известный гагулский певец, мама Оксаны Панаитова и Арина Братан. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня не только праздник, сегодня еще одно событие. Вы презентуете свой клип на тему Победы. Песня называется «Нет войне». Да. На эту тематику. Давайте поговорим, кто написал слова, аранжировку, как появилась идея такая вот. Мы знаем, что Никита давно поет такие песни, исполняет тематические немного песни на каждый какой-то праздник. Вы стараетесь что-то новенькое презентовать. Как пришла идея эту песню? Доброе утро, наши слушатели, наши телезрители. Мы очень рады, что мы опять в студии канала ГРТ. Нам здесь всегда приятно и тепло. Мы действительно стараемся каждому празднику принести свою частичку тепла, чтобы было интересно. Я думаю, когда посмотрите, будет действительно видно, к чему мы стремимся, с чем мы работаем. Для нас это очень важно. И сегодня 9 мая, поэтому поздравляем всех жителей с этим большим праздником. Желаем счастья, здоровья, мирного неба, чтобы оно всегда было чистым, чтобы наши дети ночью спали спокойно. Дай Бог, чтобы так и было. Скажите теперь о песне. Кто писал слова? Вы, наверное, вы пишете часто. В прошлом году у нас не было песни на 9 мая, но в позапрошлом году мы выпустили свою первую песню. Она называлась «Война, не сон». Был также видеоклип. Она более была посвящена 9 мая героям, которые отдали наши свои жизни за то, чтобы в это время мы могли спокойно жить и спать. А сегодняшняя же наша песня «Нет войне», мне кажется, она тоже очень актуальна, потому что наши дети хотят мира, хотят спокойного будущего, хотят быть уверенным в завтрашнем дне. И Арина с Никитой очень хорошо передали настроение этой песни, потому что они являются именно теми детьми, которые будут в будущем. Да. Никита, ты когда прочитал первый раз слова, музыку, какие у тебя были впечатления? На самом деле я сказал вам, что она молодец, потому что такие слова, они были очень чувствительные, мне они очень понравились. Я был рад их исполнить, надеюсь, Арина тоже. Арина сейчас нам скажет, да, Инна? Мне понравилось записывать данную песню, у нас все получалось, я поддерживала Арину, Арина поддерживала меня. У нас все было замечательно. Клип также мы снимали в хорошей обстановке, ну, правда, потом пошел дождь, но мы не остановились, а пошли дальше снимать данный клип. Как настоящие артисты. Арина, ты помнишь, как первый раз тебе предложили спеть эту песню, ты прочитала тоже слова. О чем эта песня? Это песня о том, как... какое было раньше... Что война — это плохо, да? Лучше, чтобы ее не было, чтобы было мирное небо над головой. Никита, немножечко вперед. Вот, я хотела сказать, что у нас эксклюзив, никто еще не видел этот клип, поэтому сейчас на ГРТ впервые мы его включим, наши телезрители увидят. Поэтому предлагаю посмотреть клип, а потом поговорим еще о вашей песне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дети играют, рисуют, смеются, дети не знают хлопот Их голоса по округе несутся, детство в них без забот Только в историях слышали где-то страшное слово «война» Там рутся бомбы, летают ракеты, стонет от боли земля Нет, я не хочу так жить Да, войну нам надо отменить Нет, нет, нет войне Дети кричали, все люди молили Нет, нет, нет войне Скорб на уста, рай сносили Нет, нет, нет войне Небо пусть будет мирным и ясным Нет, нет, нет войне Чтобы земля стала рай прекрасным Ясное небо, не прящивай люди, тучами дыма и слез Память стирает страдания судеб тех, кто победу принес Мир берегите, память храните Землю от зла сощитим Детям улыбки и радость дарите Знать мы войны не хотим Нет, мы не забудем никогда Всем героям слава на веках Нет, нет, нет войне Дети кричали, все люди молили Нет, нет, нет войне Скорб на уста, рай сносили Нет, нет, нет войне Небо пусть будет мирным и ясным Нет, нет, нет войне Чтобы земля стала рай прекрасным К миру стремитесь, в нем лишь спасение Дайте нам счастливо жить Только любовью, добром, без сомнения Можем наш мир сохранить Будем разумнее, станем добрее Вместе воскликнем одно Мира желаем на нашей планете Войны пусть скидут из зла Пусть молитву слышат небеса Мир увидят детские глаза Нет, нет войне Дети кричали, люди молили Нет, нет войне Скорб на уста произносили Нет, нет войне Небо пусть будет мирным и ясным Нет, нет войне Чтобы земля стала рай прекрасным Нет, нет, нет войне Дети кричали, все люди молили Нет, нет, нет войне Скорб на уста произносили Нет, нет, нет войне Небо пусть будет мирным и ясным Нет, нет, нет войне Чтобы земля стала рай прекрасным Прекрасный такой призыв И дай Бог, чтобы он сбылся И чтобы никогда, никогда не было войны На этой земле всегда было, чтобы мирное небо И благодаря таким песням Благодаря памяти людей, которые помнят Таких героев, ветеранов Всегда будет память о них жить И они будут всегда живы Поэтому прекрасно, что есть такие дети Которые помнят и чтят эту память Ариночка, скажи, насколько важно детям помнить сегодня О том, что была такая война И о том, чтобы вот она не повторилась Ну, Арина, вот дома тоже очень большая семья Да, да, Ариночка? Да У меня три сестры Папа, мама Мы все очень этот праздник празднуем Что в этот день делаете? В этот день мы чаще всего едем в Читерлунгу Празднуем вот там К памятнику, да? Да Тоже на возложение цветов, как и все Это уже традиция, без этого никак Да, низкий поклон, конечно, нашим прадедушкам Дедушкам за то, что они отдали свою жизнь И мы очень гордимся тем, что в нашей копилке появилась еще вот эта песня Которая отдает дань поколению, которое ради нас жило когда-то И хотелось бы сказать большое спасибо Федору Гайдаржи за чудесную музыку Которую он, как всегда, пишет для нас Хотел бы поблагодарить Вот говорили слова действительно мои Но у меня есть соавтор, который очень помог мне подкорректировать текст Я обратилась к Георгию Топалу Это очень знаменитый поэт наш из Вулканеж Мне очень приятно было с ним познакомиться Все-таки вот чем больше работаешь, тем больше с большими талантливыми людьми ты встречаешься И он с радостью помог Он немножечко подкорректировал нашу песню Чтобы она немножко была взрослая для Аришки И вот он помог сделать ее более такой многогранной, красивой Георгия, огромное вам спасибо Я надеюсь, еще вместе поработаем Ну и Федору, конечно, большое спасибо Ну и хотелось бы, конечно, отметить героев наших клипов Это Валентина Алексеевна Кузина Мы ей тоже очень благодарны Это действительно ребенок того времени Ребенок войны Который помнит, как это все происходило, когда она была Вот мы хотели показать, как маленькая девочка То есть взрослая женщина уже вспоминает, как она была маленьким ребенком И какие ужасы тогда творились Ее отец действительно воевал Пшел с фронта с орденом Красной Звезды И когда мы попросили ее нам помочь Она очень разволновалась И когда мы в детском саду снимали Вы знаете, у ней давление, наверное, было за 220 Она очень переживала Тут в клипе не слышно, о чем она говорила Но она рассказывала Она всю ночь учила стих про то, как солдат спас девочку из огня Вынес И казалось бы, такие маленькие дети в детском саду Они настолько внимательно ее слушали Они щупали эту бабушку Они ее трогали Она была чем-то необычным для нее В общем, дети и бабушка нашли общий язык Ей очень понравилось быть в гостях у детей И рассказывать им вот эту свою историю Такую трогательную, такую трепетную Она много раз прослезилась Для нее это действительно тоже стало событием И нам было очень приятно послушать ее историю Потому что раньше мы знакомы с ней давно Но тоже не все знали до конца Потом я бы хотела еще очень поблагодарить Стоянову Надежду Кондратьевну За ведущую нашего детского сада и воспитательницу И воспитательницу нашей группы Марию Николаевну За то, что помогла с детками Родителям их тоже огромное спасибо Что мы смогли передать атмосферу войны в некоторых местах Спасибо всем огромное за помощь И мне очень приятно, что все люди обычно всегда идут нам навстречу и помогают Что хотели этим клипам показать вашим телезрителям? Телезрителям бы хотелось показать, что вот было то время И мы не хотим его повторить, чтобы его не было никогда Чтобы дети жили спокойно Все люди жили спокойно Чтобы все было замечательно Не как сейчас у нас, конечно Чтобы было все лучше и лучше И песня создана для того, чтобы все становилось лучше И не было того, что было раньше Чтобы взрослые одумались и совершали поступков, которые приводят к войне Да Как снимался клип? Вы чуть-чуть рассказали про внутреннюю такую атмосферу Но есть и другая сторона, где подготовка, сама идея, костюмы придумать, найти Вот как вот это вот все проходило? Могу я рассказать? Давай Все было в принципе хорошо запланировано Наша мама, а также наш сценарист Ирина Братан Помогала моей маме со сценарием То есть когда мы уже пришли снимать клип У них все было уже заготовлено Мы знали, куда что ехать и снимать Поэтому все было легко И не надо было тратить дополнительное время на разборку сценарий Потому что все было готово С чем я очень их могу поздравить Потому что они молодцы Спасибо огромное Ирочке, нашему сценаристу Ее сегодня нету, потому что она на работе Она работает учителем в школе Она преподаватель начальных классов Ириш, большое спасибо, что ты, как всегда, сумела передать атмосферу клипа Спасибо твоей дочке Аришке, что она тоже справилась с поставленной перед ней целью И мне кажется, что с каждой песней у них дуэт получается все лучше и лучше Поэтому, ребята, желаю вам удачи Спасибо вам, что вы у нас есть Спасибо Вы очень талантливы Главное не останавливаться и много работать И чем больше вы работаете, тем лучше получается Бывает, что не всегда с первого раза что-то удается Не надо отчаиваться Просто надо работать и делать свое дело И обязательно это даст свои результаты Если говорить о планах, что в дальнейшем планируете, есть уже? Есть планы, мы хотели, очень хотим песню на День Семи на кагаузском языке Планируем Никита работает там над своим текстом современной песни Только не знаю, сколько еще будет работать Ты пишешь сам слова Хочу попытаться написать свои слова Хочу сделать что-то современное, больше не по тематике По какой-то, ну знаете, чтобы просто можно было слушать в наушниках Чтобы было модно И да, вот это модно-модно молодежно Чтобы было интересно Наши песни также интересны, но они больше по тематике И они больше подходят к какому-то празднику А я хочу такое, чтобы оно Можно было сесть в автобус, послушать В автобус Обычно я еду просто в школу на автобусе И часто слушаю песни И как-то зажигаться Ты уже начал писать, да? Да, я уже начал писать Какая тема будет? Тема больше будет про меня Как бы ознакомить Может какую-то новую аудиторию Может с других вообще стран Ознакомить со мной Кто я, чем занимаюсь обычно Что-то такое Никита, как ты считаешь сейчас Вот современная музыка Вот она какая Что тебе нужно еще поменять в своем стиле Чтобы быть вот Не то чтобы известным А вот, наверное, быть в тренде Как говорят молодежи Наверное, изменить немножко музыку Добавить других инструментов Другая аранжировка Ну и слова, конечно Чтобы они как-то, не знаю, зажигали все-таки Что тебе нравится в современной музыке сейчас? Честно говоря, больше всего нравится музыка Музыка Вот сейчас больше всего нравится музыка Слова сейчас у современных исполнителей Ну, конечно, такие себе Их иногда бывает даже не слышно Но вот музыка мне нравится Как считаешь, правильно? Что в главное? Ну, понятно, что тебе нравится музыка Но... А слова? Слова также важны Они должны хотя бы слышаться И быть все равно по какой-то теме Чтобы это было понятно А не просто там какие-то непонятные звуки Которые будут слышаться Это уже тоже неправильно В песне это недопустимо Ты же вот попробовал Чуть-чуть себя в роли автора Насколько это тяжело и легко Или это просто идет от души? Смотря какое настроение Все-таки вот это вдохновение, оно есть То есть, когда есть вдохновенный день Оно получается А когда нет, ну не получается Ну, вот мне иногда мама помогает Находить рифмы Так как она работает с этим давно Также ей благодарен У вас прекрасный такой творческий дуэт Бывает, Никита обращается Говорит, вот тут вот что-то у меня не сходится Не получается Ну, мне очень сложно ему помогать Честно скажу Потому что то, что он сейчас творит Ну, то есть, творит в плане сочиняет Да, не творит в плане плохом То, что он творит Просто немножко расходится с моими взглядами на жизнь И с моими рифмами тоже Но пытаемся помочь Пытаемся Сейчас уже у вас немножечко, как говорят Конфликт Поколений Поколений интересов Оксана, вот Никита растет И в творческом плане И в физическом, в моральном плане Растет И уже интересы, конечно же, не совпадают Уже нельзя сказать Никита, вот песня Давай будем петь Нет, почему? Или у него всегда было свое мнение? Нет, у него есть всегда свое мнение Ну, как бы, вот Никита, вот песня Это нормально Он привык Это не обсуждается Нет, на самом деле Я могу просто подправить, например, что мне не понравилось Я могу это подправить, например, что-то в клипе мне не понравилось Например, я там был не очень Я сразу говорю, сразу высказываю свое мнение И это пытаются менять Потому что так я не выпущу В команде полная демократия Да, ну, в принципе, Никита очень спокойно реагирует на новые песни На то, что впереди работа Он очень хорошо к этому относится Другой вопрос, что мы немножко не успеваем У нас есть школа, музыкальная школа Вот там он немножко может попротестовать Там немножко сложно А в плане песен как раз все очень Даже с ним стало интереснее работать Он уже имеет свое мнение Свое видение Как он это хочет увидеть Вкус другое направление музыки Я очень рада, допустим, что Арина у нас появилась И мы вместе поем Потому что, не знаю, почему-то мне всегда очень нравились Когда мальчики пели с девочками Девочки с мальчиками То есть дуэты, они звучат более интересно Мне кажется, на это интереснее смотреть даже со стороны Ну, если бы я их как-то хотела назвать Я бы, наверное, этот дуэт назвала «Мы разные» Потому что они абсолютно разные И, может, в дальнейшем он так и назовется Этот дуэт Вот я Аришке желаю счастья Ариша, ты занимаешься музыкой? Да, я хожу на скрипку уже три года Очень люблю петь Кто-то у вас в семье поет или ты одна такая? Ну, я одна У меня еще папа играет на аккордеоне У нас два музыканта пока что в семье Ты планируешь свою жизнь связать с творчеством, с музыкальной карьерой? Да Кем ты хочешь стать? Я хочу стать артисткой, певицей, музыкантом, это все вместе Какая твоя мечта? На какой сцене спеть? Самой большой Да Самой большой, да? Да Ну, чтоб Никиты там не было Я буду на другой А ты на какой мечтаешь? Я на самый большой Самый огромный На самом деле больше хочется даже связать так же с музыкой Быть каким-то даже, возможно, как вам сказать Проводить какие-то мероприятия Быть автором этих мероприятий Быть участником данных мероприятий То есть сделать практически все самому Но вот мне очень нравится общаться там с зрителями и так далее Нравится подходить к людям Нравится получать отдачу от людей Вот Поэтому хочется это все связать вместе И получить целое Ну, планы хорошие Для этого надо сейчас только что? Работать Правильно Работать в этом направлении Я рада, что вы сегодня были у нас в студии И поделились не только планами Своими планами Но еще и своей новой песней Которая прекрасно сегодня впишется в праздник День Победы Еще раз всех вас поздравляю с Днем Победы И только творческих успехов вам Спасибо, Иван И мы поздравляем всех наших слушателей Да, также хотелось бы пожелать мир во всем мире И чтобы все было в мире хорошо Чтобы надо было всегда ясное небо Чистое И чтобы вы спали спокойно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День Победы Пусть свет и радость День Победы День Победы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День Победы